В преддверии 70-летия со дня Великой Победы мы продолжаем цикл сюжетов о подвигах советских солдат и тружеников тыла. Герой нашей рубрики сегодня ветеран войны Николай Азарнов прошел почти всю Европу и встретил День Победы под Берлином. История фронтовых подвигов солдата Первого Украинского фронта в материале Екатерины Ковальчук. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Великая Отечественная война началась, когда будущему связисту Николаю Азарнову исполнилось 16 лет. На фронт его призвали лишь спустя два года. 25 февраля 43-го года нас вызвали в Ворошиловской, тут был сейчас он Саратовский район. И вечером мы отправились на поезде Татищево. Там переночевали, утром пошли Октябрьский городок там есть. Вот там карантин мы прошли. Ну мы вот был месяц, а некоторые там больше были, кто раньше пришли. Потом нас распорядили. Там в Октябрьском было учебное подразделение. В Кувыках был первый дивизион, а в Очхозе был второй дивизион. То есть там как три полка были дивизионы. Мы там прослужили до апреля месяца, наверное, до конца. Сложный путь Николая Азарнова начался в предместьях, уже почти полностью освобожденной от фашистов Украины. Мы всего Украину прошли до Тарнополя. Потом там осталось у нас немножко техники и людей. И мы решили, это мы Шепетовку освобождали, это родина Островского. Вот мы опять вернулись оттуда пешим ходом шли. Здесь, ну я не знаю сколько месяца, два, что ли, три. Потом Проскуров нас перегнали, Книжковцы. Потом вывахнувся, вывахнувся, мы тут уже вооружились, новую технику. Практически без остановки на сон и отдых бойцы Первого Украинского фронта начали освобождение Европы от армии Третьего Рейха. В начале 45-го года Николай Азарнов с товарищами уже приблизились к Берлину. Ветеран войны вспоминает одну из последних спецопераций по разгрому фашистов в своей фронтовой жизни. Вечером я как раз у командира полка АНП был на чердаке. Он говорит, Азарнов, иди посмотри в серовую трубу. Говорит, что ты видишь? Я говорю, ну вон там люди бегают, вон там что-то мост какой-то наводит. Вот, говорит, люди там далеко бегают от немцев, а мост наводит наш. Вот сейчас мост наведут они, мы, говорит, пойдем наступляем. Вот мы уже стемнело, и мы через этот мост проехали. Вечером мы уже были на немецкой территории. То есть наш корпус, первые перешли в границу, и первые вошли в наш корпус, в Берлину. День Победы фронтовик Николай Азарнов встретил уже не в Берлине, а в его предместьях. 2 мая бойцов перебросили в глубинку Германии. Здесь же, в одной из немецких деревень, фронтовик и узнал о конце войны. Восьмого мы только поужинали, старшина приходит, говорит, мужики, война кончилась. То есть мы восьмого узнали, что война кончилась. Ну, там у нас были заначки. Федя Патудник говорит, ну-ка, сынок, лезь под машину. Говорит, что это там я ночью вижу. Я ему помогал. Говорит, ну там привязывал конистр, помнишь. Достали эту конистр, помахонькой, потоконькой. Потом, у кого что было, начали стрельбу подняли. В 2015 году ветеран Великой Отечественной войны Николай Азарнов отметит сразу два юбилея. Помимо круглой даты 70-летия со дня победы, фронтовику исполнится 90 лет. Сейчас грудь ветерана украшает более десятка фронтовых наград. Но самыми значимыми Николай Азарнов считает две медали. За отвагу и за взятие Берлина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова